Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому и о гуманном отношении к советским военнопленным речь не шла До сих пор неизвестно точное число сгинувших в застенках лагерей Цифра варьируется в районе трех миллионов человек А ведь за каждым своя история, своя боль Родные, которые так и не дождались Солдата домой В эфире проект «Возвращение» и сегодня мы расскажем историю одного из миллионов бойцов Чья судьба стала известна лишь спустя 70 лет Милая моя Лидочка, привет вам и желаю всего доброго в вашей жизни Во-первых, в строках моего письма пишу вам, что я жив и здоров Того же и вам желаю Время идет, и вот я уже 10 месяцев как из дому Милая Лидочка, как мне все это надоело Сильно соскучился Вот вы одни дома, вам некому помочь Эти строки сегодня особенно дороги родным Федота Федоровичу В письмах с фронта он все еще живой И беспокоится больше не за себя, а за жену Лиду с четырьмя детьми У него две старших девочки, близняшки были Папа средний и бабушка была беременная третьей И вот он все первые письма, которые идут, он пишет, что значит Мои дорогие, милые Лидушка, Эля, Аля, Юрик и мама С ними его мать жила еще А уже когда в марте 42-го Галя появилась Родилась уже без него девочка Там уже он ее везде упоминает в письмах Кстати, именно она, Галина, так и не увидевшая отца Впоследствии сохранила память о нем Его письма В них он такой близкий, родной, заботливый Он в каждом письме спрашивает, как вы там без меня Там как и огород засадили, и как чем питаетесь Даже доходит до того, что вот именно цены сравнивает Что хватает ли вам денег на все это, на питание Тебе тяжело, Лидушка, одной Ты там хоть попроси, чтобы мои братья помогли тебе родственники В этих письмах очень мало о войне Переживший финскую и долгое время прослуживший на Востоке Он всей душой рвался на передовую Дождался и был переброшен в самое пекло Под Сталинград Последнее письмо родные получили летом 42-го А в августе пришло извещение Пропал без вести Сегодня уже известно Федот не погиб, а попал в плен Вместе с другими советскими солдатами Он был обречен Лагерь Шталак 6К-326 для тысяч военнопленных стал последним пристанищем Рацион был рассчитан так, чтобы самый сильный человек умер в течение одного-полутора месяцев За сутки умирали по 120-150 человек Питание было ужасное Кусочек хлеба с опилками в обед и три раза в день травяная заварка в виде чая Вот этот кусочек хлеба мы часами жевали, смачивая слюной, так как проглотить его было невозможно Так жевали до тех пор, пока во рту ничего не оставалось За время войны через Шталак 326 прошло около 380 тысяч военнопленных Лагерь был освобожден американскими войсками 15 апреля 45-го года Но дожить до этого дня Федоту было не суждено Он умер в сентябре 44-го Захоронен вместе с тысячами других солдат на кладбище Торн, территория современной Польши А дома тем временем подрастали дети и жила надежда, что их отец вернется Бабушка ждала до последнего Она как-то замкнута в себе была всегда Что в похоронку не верила, хоть она и была, она надеялась, что он живой Потому что вот кто-то рассказывал там случаи, что бывает, кого-то видели там на Западе Что вот как во время войны прошел, там вернулся в ту или другую деревню и там остался И вот она надеялась, что он хоть с кем-то, с чужой, но живой Замуж Лидия Григорьевна так и не вышла Подняла детей, прожила долгую жизнь Ее не стало в 91-м году И спустя 10 лет после ее смерти уже внуки наконец узнали судьбу деда На запрос откликнулся поисковик Александр Харитонов Присланная им информация, документы, подтверждающие плен Федота Зодчика Стало шоком для родных Я почему-то сразу представила фильм «Вечный зов», когда там показывают, кто Семка, да, в плену Как в кепку ложат камень, бросают, беги, и тут же пристреливают Что-то так вот прямо неприятно, жутко все Был человек, у меня тебе не знал Беги! Брин! Ну! При попытке бежал Сегодня родные говорят, жестокая, но все-таки правда лучше неизвестности Теперь они знают место, где похоронен их дед Мечтают побывать на его могиле И верят, упокоена не только его душа, но и душа их бабушки Которая всю жизнь ждала мужа домой Все равно легче, когда уже определенно знаешь, что с человеком Она в церкви работала последнее время, она постоянно ходила в церковь, ставила свечечки Вспоминала все Сегодня семья Зодчиковых особенно благодарна поисковикам Без их ежедневного кропотливого труда судьба тысяч солдат так и осталась бы неизвестной Сам никуда, для тебя никто нигде не откроет никакие документы Я пыталась, но ничего не получилось Поисковики это очень полезная работа, конечно, нужная Потому что еще даже в нашей семье несколько человек, которые так бы хотелось тоже разыскать, узнать их судьбу К кому обращаться, только к поисковикам А мы в свою очередь надеемся, что и наш проект поможет вернуть из небытия еще несколько имен Все эти солдаты считались пропавшими без вести Итак, мы разыскиваем родных бойца Кокорина Егора Васильевича Проживал в деревне Федоровка Балаксинского совета Умер от ран в феврале 42-го года Рязанова Михаила Игнатьевича проживал на станции Шира Умер от ран также в феврале 42-го года Останки этих бойцов подняты поисковиками И если не найдутся родственники, будут перезахоронены в мае 2017-го года в Калужской области Также мы надеемся, что отзовутся родные Осипенко Григория Никитовича Уроженца села Баград Он погиб в бою в апреле 45-го года И захоронен на территории Германии в районе Дрездена Известно имя матери бойца Осипенко Акулина Григорьевна Если вам что-либо известно об этих бойцах или их родных Обязательно позвоните к нам в редакцию Телефон сейчас на экране А я на этом с вами прощаюсь Это был проект «Возвращение» Увидимся ровно через неделю И помните, война не окончена, пока неизвестна судьба последнего солдата Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok